На пути к знаниям расстояние не преграда, ведь шел же Ломоносов за рыбным обозом. Так, видимо, подумали в областном департаменте образования и решили закрыть комсомольский филиал энергоколледжа. Студентам обучение предложили завершить в Иванове. Мы прекрасно понимаем и родителей, и население города Комсомольска, которые привыкли, что на их территории большое образовательное учреждение со своими традициями. И, конечно, им в этой ситуации и обидно, и горько, что вот такие реорганизационные процессы могут быть. Но в данном случае мы исходим не только из экономических критериев, они тоже присутствуют, но в первую очередь во главу угла ставим качество образования. Родители и преподаватели не согласны, хотят спасти колледж. Письма пишут во все инстанции, вплоть до администрации президента. На этот раз на их сигнал бедствия откликнулись в Молодежной палате областного парламента. После сегодняшней нашей встречи будет мной направлен проект решения Молодежной палаты при Ивановской областной думе. И 16 февраля, я надеюсь, мои коллеги меня поддержат, и мы примем обращение к губернатору Ивановской области с просьбой оказать максимальное содействие сохранению указанного учебного учреждения. Учебное заведение в Комсомольске работает уже полвека. Были и тяжелые времена. В 90-е пришлось хуже всего. Но о закрытии вопрос не вставал. Преподаватель колледжа Николай Владыкин сам выпускник тогда еще техникума. В качестве полученных знаний в его семье еще никому сомневаться не приходилось. Два сына у меня тоже закончили данный техникум. Первый сын, который закончил, он сейчас находится в городе Сургуте, работает на Сургутской ГРЭС-2, самой крупнейшей станции не только в России, но и, буду говорить, зарубежья. Второй сын работает в городе Иванове в энергосбытовой компании Ифэнерго, тоже инженером. Ежедневно за эти парты садятся более ста парней и девушек, которые сделали выбор остаться поближе к семье, учиться, а впоследствии работать на благо муниципального района, развивать сельское хозяйство, как наказывал президент. В колледже учатся будущие специалисты тепловых электростанций и мастера по обслуживанию и ремонту автомобилей. Для этого есть вся учебно-практическая база. Мы с вами находимся в слесарной мастерской, где наши учащиеся получают профессию слесаря. Здесь, значит, у них производится слесарная практика. По кончанию им присвоится квалификация слесаря второго разряда. Ну и, соответственно, у нас имеется специальное оборудование. С правой стороны верстаки с тисками, где они обрабатывают металл. Значит, с левой стороны у нас имеются учебные станки. В данном случае фрезерные, сверлильные и токарные. Долгие годы за судьбу своих детей жители Комсомольской и соседних районов были спокойны. Учатся недалеко от дома, под чутким родительским контролем. Не нужно оплачивать питание, проезд и проживание. Если что, студент всегда может дома помочь по хозяйству. А что теперь? В нашей семье, например, и вообще сельской местности у нас очень низкий зарплата. Нам материально очень тяжело отправить детей обучаться в Иваново. Хотя мы везде об этом говорим, пишем, но нас никто не слышит. Мы бьемся во все двери с родителями, встречаемся с представителями, с департаментом. Все это вот, но нас никто не слышит. У меня учится в филиале Ивановского энергоколледжа сын. Сын единственный. Учится на первом курсе на тепловых и электрических сетях. Сына я воспитываю одна. И вот, как мы уже говорили, большинство здесь родителей. У нас либо многодетные семьи, либо дети-сироты, которых бабушки воспитывают. Либо, ну, как я, одинокую маму воспитывают. Хотя воспитывают разные здесь дети и учатся. Техникум, конечно, нам обязательно нужен. Студенты тоже растеряны. Вроде осталось доучиться совсем немного, а возможности такой нет. В плане материальной возможности, материальной возможности нет. Так как зарплаты у родителей не очень большие. Вот, а в связи с тем, что ты еще не один в семье, вот, затрат уходит очень-очень много. А если ее бросать, то получается три года напрасно обучения. Тем более остался один год. И поэтому не хочется. Всех уже знаешь, с ним общаешься хорошо. Каждого человека по-своему знаешь. А если переведут, ну, в армию. Учебу прошу, в армию пойду. Если филиал закроют, а решение будет принято уже в марте, без работы останутся преподаватели. Несложно предположить, что в Комсомольске заработок они не найдут. Тем более по специальности. Мы в условиях реорганизации не можем гарантировать стопроцентного устройства всех. Тем более надо учесть, что среди педагогов комсомольского филиала 40% это наши коллеги пенсионного возраста. Конечно, это не говорит о том, что будучи на пенсии работать нельзя. Но, тем не менее, это уже зрелые люди, которые, может быть, поймут, что в этой ситуации, наверное, если не хотят переезжать или наше предложение их не устроить, может быть, значит, их профессиональная карьера на этом завершится. Все упирается в деньги. Содержание филиала обходится в 11 миллионов в год. В департаменте образования посчитали. Демографическая ситуация в районе такова, что учить скоро будет некого. Филиал нашего энергоколледжа сегодня находится в ситуации, когда в силу демографической ситуации количество студентов значительно уменьшилось на территории Комсомольска. И общая демографическая ситуация, которую мы изучили на период до 2020 и даже 2025 года, показывает, что детей, выпускников 9 классов, больше в перспективе не станет, чтобы загружать тот комплекс, который когда-то действительно существовал как полноценное образовательное учреждение. Получается, на Комсомольске можно ставить крест. Ведь колледж хоть как-то поддерживал жизнь в райцентре. Если его закроют, молодежь в районе не удержит уже ничто. И указы президента ситуацию не спасут, пока к ним не начнут прислушиваться сами чиновники. Наталья Гутарина, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ Иваново, Комсомольский район. Продолжение следует...